На сегодняшний день, кроме как в России, данную технику никто больше не делает. Тюменцам поступали заказы из Арабских Эмиратов, ближнего зарубежья, Казахстана, Белоруссии и Украины. Этот впервые оплатили болгары, но неожиданно закрылись границы. На сегодняшний день мы подписали с ними договор ответственного хранения. До 30 апреля будет здесь находиться. Дальше будем посмотреть. Такую мощную технику компания выпускает уже больше 10 лет и постоянно модернизирует. С каждым годом здесь появлялось все больше импортной начинки. Например, сердце этой машины – японский двигатель. И теперь с этим надо что-то делать. К сожалению, на сегодняшний день мы зависим от импортных комплектующих, в том числе двигатели, коробки и мосты. Пока что от двигателей и коробок мы не можем уйти. Мосты мы можем ставить в УАЗовские, в производство российское. Пока что проблем нет. Говорят, запасов хватит на два месяца. Всю прибыль направили на развитие производства. На неделе открыли вот этот цех металлообработки. Оборудование современное. Турецкие лазерные станки. Отечественные тоже есть. И сырье все наше от Тюменской сталепромышленной компании, которая сейчас подняла цены до 50%, говорит руководство завода. В итоге популярность среди охотников. Снега-болотоход теперь стоит от миллиона ста тысяч рублей, а не 800 тысяч, как раньше. Сказался и курс доллара. Поэтому выпуск новой модели вездехода решили отложить до лучших времен. За подобные сейчас надо выложить 16 миллионов рублей. Самобюджетные от 8 миллионов. Несмотря на это, клиентов пока хватает. Основные с Ямала и Югры, заказавшие технику до февраля. По старым ценам. До весны здесь было так много грандиозных планов. Один из них поддержало правительство Тюменской области. Сопровождали строительство первой очереди на всех этапах. То есть это содействие в получении разрешительной документации, инженерной коммуникации, электричества, газоснабжения. Первая очередь, как мы видим, успешно реализована. Она функционирует. Инвестор обратился с инициативой о создании второй очереди. В итоге заводу выделят больше двух гектаров производственных площадей. Помогут с активным продвижением на российском рынке. Например, через дилеров, чьи автосалоны опустили. Продумывают новый сценарий развития и на самом заводе. У нас примерно было поделено предприятие. Это 50% производства у нас занимает. Ну, штат предприятия. 50% людей, которые задействуют у нас на севере. На оказание транспортных услуг для предприятий нефтегазовой отрасли. То сегодня, наверное, будем большую часть приоритироваться на оказание услуг для нефтегазовых предприятий. Без работы, говорят, не останутся. Вот сейчас активно занимаются ремонтом техники. И надеются, что это самый крайний путь. Татьяна Воротилова, Роман Чинахов, Тюменская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин